По этой тропинке 60-летняя жительница района Западная Дегунина почти каждый день возвращается с работы домой. В этом тихом месте, прямо под окнами собственного дома, никаких сюрпризов женщина не ожидала. Чувствую сзади толчок, вот я чувствую, что у меня рвется, вылетает сумка, и толчок в бок, и я падаю на снег. Я падаю на снег, и я сначала даже не поняла, в чем дело. Я так вроде как встала, стрепянулась, думаю, что же произошло, не понимаю. А потом я поднимаю голову и смотрю, и оно прям бегом, бежит молодой человек. В руках у молодого человека была сумка потерпевшей. В ней рабочие документы, печать, зарплата 24 тысячи рублей и мобильный телефон. Пенсионерка пыталась догнать налетчика, просила оставить ей хотя бы бумаги. Но злоумышленник к мольбам остался глух. Женщина вернулась домой и позвонила в полицию. Информация помощников дежурного незамедлительно была, да, до ближайших экипажей, стянут туда экипажи. Передины приметы. Экипажи начали отрабатывать по горячим следам. Поиски заняли не более трех минут, когда потерпевшая снова спустилась во двор. Злодея она увидела уже в наручниках. Оказалось, что в Москву задержанный приехал из Белоруссии на заработки. По профессии он сварщик. В тот день юноша ждал электричку на платформе Дегунина. Стало скучно, решил прогуляться. И тут с ним началось нечто непонятное. Молодой человек уверяет, что в момент нападения им управляли какие-то неведомые силы. Не знаю, что нашло. Что значит нашло? Что-то резко стоял, потом побежал, выхватил. Впрочем, на допросе он дал другое, более логичное объяснение своему поступку. Рассказал, на грабеж пошел из-за денег, хотел купить еды. В содеянном гость столицы раскаялся, лишь когда понял, что от наказания ему не уйти. Не знаю, что-то. Пожарел даже как-то. Что сделал это? Жалить ему действительно есть, о чем возбуждено уголовное дело. Вместо работы и денег в России молодой человек может получить свой первый срок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...